Доброе утро, меня зовут Егор Матаев и прямо сейчас начинаем выпуск новостей. Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о запрете продажи алкогольной продукции на территории города в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на сайте городадминистрации. Согласно постановлению о торговым точкам, рекомендовано не продавать алкоголь и пиво 9 мая с 9 утра до 21.00. Главам районов города, а также Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда поручено донести эту информацию до руководителей предприятий торговли. Напомню, этот запрет вводится в День Победы уже на протяжении многих лет. Барнаульские светофоры и фонари приведут в порядок после зимы. Дорожники начали подготовку к весеннему сезону. На этой неделе очистили от объявлений, помыли и покрасили 86 светофоров на проспекте Ленина. На проспекте строителей привели в порядок 44 уличных светильника. На аллее студентов по проспекту Ленина фонари отмыли и покрасили. Также добавлю, всего в этом году в Крае отремонтируют больше 100 объектов, в том числе 24 в Барнауле. Ларес Мария Мидичи, «Третий глаз Шивы», «Александрейская гемма». Кто в советские годы не читал эту детективную трилогию Еремея Порнова и не мечтал иметь его книги в своей библиотеке? О самых популярных романах, ушедшей с советской эпохи в очередном выпуске книжного шкафа. Крестоносцы берут осадой крепость Мансигюр, в которой погибают альбегойцы, переверженцы еретического вероучения. Несколько избранных успевают вывезти из крепости обоз с сокровищами. Им доверена тайна. В ларце Марии Мидичи спрятана карта с указанием места, где зарыты бесценные богатства. Еремей Порнов, один из немногих советских писателей в атеистической стране, глубоко интересовавшийся мистикой и эзотерикой, и умело использовавший эти знания в своих произведениях. Начало 70-х годов в Ленинград исчезает, приехавший в город из Франции антиквар Винсан Савиньи. Одновременно у пожилой дамы Веры Чарской крадут старинный ларец. Расследуя загадочное исчезновение антиквара Савиньи, следствие приходит к версии убийства. В остросюжетных произведениях Еремея Порнова главный герой, работник уголовного розыска Люсин, при участии своего друга, историка и писателя Березовского, расследует загадочные преступления, в которых тайные истории тесно переплетаются с современностью. При выяснении всех обстоятельств оказывается, что Савиньи на самом деле сын белой мигрантов, Всеволод Юрьевич Свиньин. В их доме до революции их хранился заветный ларец. В годы Второй мировой войны он перешел на сторону нацистов с целью завладеть тайной альбегойцев. После войны, чтобы получить карту спрятанных сокровищ, он приезжает в Ленинград. Но не он один охотится за заветным ларцом. Повествование достаточно увлекательное, а на идеологические штампы можно не обращать внимания. В 1980 году по роману был снят художественный фильм. Главные роли в нем исполнили замечательные актеры Клара Лучко, Валерий Рыжаков, Эммануил Виторган, Анатолий Егоров и другие. Эту и другие замечательные книги можно встретить в нашем книжном шкафу на железнодорожном вокзале. Если у вас дома есть книги, которые вам больше не нужны, то привозите их к нам на Пролетарскую 250 или позвоните по телефону 65 22 25, и мы приедем за ними сами. Вместе мы продлим им жизнь, а о самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Анатолий Фукс, Новости. Мечтаете работать на телевидении? Это ваш шанс. Телеканал «Катунь-24» запускает новый сезон проекта «Хочу на Кат-24». Если вы яркий, целеустремленный и не боитесь импровизировать, и хотите работать в самой гуще событий, ждем вас на кастинг. Я считаю, что это уникальный проект, потому что за короткий срок у участников будет возможность узнать, что такое телевидение изнутри, познакомиться с операторами, режиссерами, журналистами, авторами, ведущими и попробовать себя в каком-то из этих направлений. Еще одно преимущество, я считаю, что на кастинг может прийти любой желающий, вне зависимости от того, есть у вас профильное образование или нет. Для участия заполните заявку на официальных страницах телеканала и приходите на кастинг 25 апреля в 11.00 по адресу Пролетарская, 250. Не забудьте маску и паспорт. По итогам кастинга жюри выберет 15 человек. Две недели участники будут проходить мастер-классы представителей медиасферы со всей России. Победитель проекта получит работу на телеканале «Катунь-24». Это можете быть именно вы. А у меня на этом все. До встречи.